Что это порисовано? Какие-то хрюшки? Что это такое? Версия 2! Внутри Девми 3 мы теперь разработаем Девми 4. О, соревнования в страхе! Кто сильнее испугается? Просвещение, выдуст. Хе-хе-хе-хе-хе-хе! Просто какое-то немыслимое, там штук 10, наверное, 15 их уже заскочило сзади. Версия 0.2, до этого там 0.1 с чем-то был явно. Планы вроде все те же самые. Нет, как-то короче стал список, по-моему, список был длиннее. Значит, что-то уже разработчикам реализовано. Вообще, насколько быстро он разрабатывает, всем этим занимается, то это вселяет огромный оптимизм, потому что очень-очень-очень-очень быстро работает над игрой, очень много обновлений. Крутые корпорации так быстро над своими играми не работают, как работает наш разработчик этой игры. Так, нам есть ничего не надо, нам ничего не нужно, нам нужно разработать игрушечку! Да-да-да-да-да-да, в конце прошлой серии мы создали новую тему, а именно разработка игр, гейм-дев. Что тут нарисовано? Какие-то хрюшки, что это такое? Или собачки две, да? И геймпад, джойстик. Так, будем мы разрабатывать симулятор. Естественно, симулятор разработки игр. Мы же играем в симулятор разработки игр. Вот мы и возьмем, и разработаем симулятор разработки игр. Как бы это ни звучало. Естественно, мы его назовем... Как мы еще можем его назвать? Мы вот так его и назовем. Версия 2. Мы в игре Дэвуми разработаем игру Дэвуми 2. Она будет еще круче. Она будет... Мы ее вот так выставим на десяточку, короче. Она будет просто бомба вообще. Мы это, внутри этой игры ее выпустим. И получим вторую часть внутри первой. И будет все просто-просто супер. Мы такие, конечно, проекты никогда не разрабатывали по десяточке. Ну, надо с чего-то начинать, когда-то пробовать впервые такой крутой проект разрабатывать. Так, ну, вроде так, ничего особо не поменялось в игре, да? А, вот, вижу, К добавился. Теперь... Теперь не 4 доллара здесь, а 4 тысячи, да? Приставочку К, разработчик добавил. А в остальном, вроде как, все так же. Ну что ж, давай приступим к работе над геймплеем. У нас целых 10 действий нужно на каждую категорию. У нас их там 4 целых, да? Разработаем. В игре Дэвуми разработаем игру Дэвуми 2. Охренеть. Вот это, вот это приколы, вот это возможности, да? Это просто-просто-просто огромные возможности перспективы. Кстати, у нас не срывается, хотя энергия даже ноль. Наверное, скорее всего, я был прав. Наверное, навыки влияют на шанс минуса при проведении работ, программировании аспектов игры. У нас уже, смотри, геймплей 5, саундтрек 5, графика 4. Ну, кстати, уже 5, считай, да? Там еще чуть выполним по графике будет уже 5. Сюжет 4, почти тоже уже скоро 5. Класс, класс. Мы очень сильно продвинутые, очень сильно мы крутые. У нас Мир Танков 3 продается, и будущий панк у нас продается. Приносит нам денежки. Было 4 тысячи, стало уже 6 тысяч. А 2 700 мы заработали на двух этих играх. За ночь. Просто, просто охренеть. Ну что ж, эту игру придется очень-очень-очень долго разрабатывать. Наверное, сколько? Получается, мы 2 дня будем разрабатывать каждый аспект игры, а их 4, соответственно, 8 дней мы будем разрабатывать. Возможно, даже и гораздо дольше, потому что нам еще другими делами надо заниматься. Еду покупать, когда есть, когда не есть, ну и так далее, тому подобное. Денежки пока пусть копятся, ни на что их тратить не буду. А потом сразу будем обгрейдить холодильник и кровать в полный максимум. Чтобы у нас все было максимальное. Мы это запросто спокойненько сделаем. Смотри, мы уже над геймплеем поработали, уже закончили. Мы теперь работаем над графикой. Кстати, поднялся уровень графики? Нет. Хотя мы одно деление заполнили. Вероятно, когда мы полностью заполним, тогда графика у нас перескочит на пятый уровень. Ну что ж, будем разрабатывать, мой друг. Будем это все мы делать. Так, прекратились продажи Мир Танков 3. Ну прекратились, так и прекратились. И фиг бы с ним. Давай еще раз проверим. Может поднимется уровень графики? Это просто там полностью полоса уже заполнена. Мы как раз сейчас над графикой работаем. Нет, не повышать. Значит, когда мы полностью закончим, вероятно, там сразу прибавится очень много. Далеко в следующий левел. Да, разрабатывать придется очень-очень-очень долго. Получается больше недели игровой. А вот первый минус. Нифига себе. Я даже хотел сказать, может минус отменил разработчик? Выпилил из игры. Нет, минус дали мы. Дали мы минус. Из-за того, что мало энергии. Но я так понимаю, из-за того, что все-таки уровень большие. Мы редко их даем. Даже с низким очень уровнем энергии. Ну что ж. Будем разрабатывать. Будем разрабатывать. Создадим в симуляторе создания игр. Симулятор создания игр. Кстати, пока тут все равно разрабатываю. Ничего такого особо интересного, веселого нет. Спасибо человеку написал в комментариях. Насчет этих плакатов, которые висят у нас на стене перед нашим рабочим местом. И он их постоянно на них смотрит. То на них, то в экран свой, то на них, то в экран. Это логотипы ютуберов. Известных видеоблогеров. Справа у нас висит братишкин. Это написал один из зрителей. Спасибо ему. Просветил. Пусть не обижаются на меня поклонники братишкина. Я, кстати, не знал, кто это такой. Ну, погуглил, да, посмотрел. Да, прикольно. Парень весьма талантлив. Весьма харизматичен. Молодец. А слева висит логотип новый HellPlay. Серега HellE. Кстати, я его знаю прекрасно. Ну, в плане не лично, в плане, что это за ютубер. Я его давно еще знаю. Просто раньше у него логотип на его канале был. Ой, смотри, я заболтался, поесть забыл. У него на канале был логотип, там, рука сжимающая геймпад. Хватающая и сжимающая его. Поэтому я, как бы, и не признал его логотип. Сейчас у него такой. Видимо, я давно уже не сходил на канал. Не знаю, когда он там поменялся оформление. Поменял логотип на такой вот адский трезубец. В синих тонах. Его я давно знаю. Еще лет пять, наверное, шесть назад. Был такой канал на ютубе Паф Плей. Он снимался там дуэтом вместе с другим сейчас очень известным блогером Юджин Сагас. Там несколько миллионов подписчиков на данный момент Юджин Сагас. Вот, они снимались вместе в Паф Плей. Был обалденный канал, офигенный. Я его смотрел. Мне очень сильно нравился. Они очень хорошо снимали там. Весело, задорно вместе. А потом в какой-то момент они решили разделиться. И снимать порознь, да. Серега Хэлье создал свой канал Хэл Плей. А Юджин, собственно, создал канал Юджин Сагас. Вот. У Юджина Сагаса там сейчас несколько миллионов. А у Сереги Хэлье как-то все менее успешно. Ну, вот так как есть, так есть. Так что я это знаю. Хэл Плей просто не знал, что логотип уже новый. На, братишки, иногда я не знал. Ну, теперь я знаю. Так что спасибо. Спасибо за комментарии. Будем знать и ты, и я. Так. Что я там? Саундтрек заканчиваю последнюю, да. Пока болтал уже, в принципе, игру и разработал, да. Да пофигу на минус. Сейчас нормально все будет. Смотри, у нас будущий панк почти 10 тысяч принес. 9 900, да. Круто, круто. Все, сейчас закончим. Напиши в комментариях, что ты думаешь насчет этих видеоблогер, чьи у нас тут плакаты висят насчет Паф Плей, что я рассказывал. Знал ли ты об этом? Вообще, знаешь ли ты, кто такие? Юджин Сагас, Серега Хэлье. Какие у них сейчас каналы. Знал ли ты, что они снимались раньше вместе, до этого? Там снимали игры, выпускали очень угарные, ржачные были игры. Очень было классно, мне нравилось. Потом они, к сожалению, удалили свой канал. Сейчас можно найти некоторые отдельные видео на Ютубе. Там просто фанаты, я так понимаю, уже перезалили. У кого-то они были сохранены. Просто выпустили некоторые их серии с Паф Плея. Можно набрать в Ютубе там Паф Плей. Некоторые видео увидеть, посмотреть. Напиши, что ты думаешь в комментариях обо всем этом. Напиши. Да-да-да, генерали. Я тоже знаю, Паф Плей, да, смотрел. Был офигенный канал, самый лучший на Ютубе. Конечно, это не реклама. Так звучит, конечно, так нахваливают то, сё. Конечно, это не реклама, потому что... Охренеть, ты посмотри, какие низкие оценки нам выставили. А мы 10-10 игру выпустили. Охренеть. А почему так? У нас и минусов там немного было. Охренеть. Представляешь, десятки. Десятки вбил Дев МИ-2. А нифига оценки не дали. А почему, блин? А почему? А сколько нужно? А сколько нужно? Может, меньше надо? Типа это... Столько не нужно? Давай-ка я предлагаю, знаешь, что сделать? Я предлагаю то же самое. Я хочу с десятыми оценками прям выпустить. А давай... Смотри, мы в Дев МИ разработали уже внутри игры, разработали новый симулятор создания игр Дев МИ-2. Давай-ка мы с его помощью в нем создадим третий симулятор Дев МИ-3. Симулятор создания игр Внутри симулятора создания игр И внутри того симулятора создания игр Еще один симулятор создания игр Вот давай с его помощью Создадим DevMe3 Давай ниже выберем Давай троечки назначим Посмотрим на изменения В оценках Они в большую или в меньшую сторону изменятся И тогда станет понятно На какой уровень надо ставить настройки И так далее Просто это же быстро на самом деле По троечке мы очень быстро разработаем И очень быстро получим игру Вот такая была Пятиминутка Истории ютуба От генераля Ну как история Просто поделился своими Впечатлениями, своим мнением Своими воспоминаниями о том Как было Да какая может реклама от меня Быть этих видеоблогеров Там особенно Юджин Сагас У него там несколько миллионов подписчиков Как я его могу Как я его могу прорекламировать Вот так вот Так ставь свои оценки Ставь свои ставки Что у нас получится В производстве Дэв Митри Получится ли у нас Шикарнейшая игра Получится ли у нас Оценки 10 на 10 Как ты думаешь Пока еще не досмотрел Напиши в комментариях Получится ли у нас Дэв Митри С оценками по десяточке По десяточке Всеми красными Звездами Или мы это не сможем Сделать Какие у нас Оценочки будут Как ты думаешь Как ты предполагаешь Вот как бы ты решил Мы выставили по десятке Все параметры игры Да Так первый минус был И мы получили И мы получили Мы получили оценки Там 3, 3, 3, 4 По моему одна была Да Что ж интересно Теперь будет Когда мы выбрали По три характеристики В каждой характеристике Так сказать Сколько мы Теперь Получим Кстати можно Крывать уже улучшить На самом деле Тут пока заболтался Все 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 Пока заболтался Все хватит там О этих ютуберах Блогерах Давай-ка мы играть Уже это самое У нас 19 тысяч Фанатов У нас 15 тысяч Бабла Денежки какие-то Зарабатываются у нас В DevMe 2 Да Но нам нужна В любом случае DevMe 2 Потому что мы в ней Разрабатываем сейчас DevMe 3 Если DevMe 3 Плохая получится То мы потом В ней Разработаем DevMe 4 В ней В ней Все будет Замечательно Просто великолепно Все давай Выпускаем А то же самое Поставили Как-то непонятно Ну чуть-чуть повыше Оценки Чуть-чуть повыше Может быть Такого рода Игры Не могут Как-то Оценить Более высоко Как-то Очень странно Подожди Я очень терпеливый Я не сдаюсь Так Внутри DevMe 3 Мы теперь Разработаем DevMe 4 Давай попробуем Выставить По шестерочке Все параметры Может как-то надо Может как-то надо Типа Типа Выставить Например Да блин Выставляйся ты Например Геймплей Там 10 А Я не знаю Там Графика Графика В этой игре Как бы Ну она прикольная Красивая Такая Стилизованная Классная Прикольная Мне нравится Но как бы Она Ну Все таки Это же Не высоко Художественная Она не реалистичная Пиксельная Может меньше Надо параметр Графика Стрелять Не знаю Давай Порвем Теперь Вот так Вот Шесть По шесть По шесть Выставить Сделать игру Давай я на паузе Это сделаю Чтобы не затягивать И сразу же Выпущу После паузы Посмотрим на оценочки Доделал я Игрошечку Нашу DevMe 4 Давай мы ее Выпускаем Ну смотри Оценки повыше Уже 5 из 10 4 из 10 Ну Чуть-чуть повыше Но опять же Низкие Все равно Видимо Жанр такой Не пользуется Большой популярностью Хотя Странно Почему Почему разработчик Этой игры Так сделал Что если Эту же игру Разработать Внутри его игры Она типа Непопулярная Наоборот Должна быть Очень гипер Супер Пупер популярной Ладно Мы уже 4 части DevMe выпустили Давай мы что-нибудь Другое выпустим Кстати Я все забываю И впредь забуду Давай мы это Сразу сделаем Давай-ка мы Улучшим нашу мебель Хе-хе-хе-хе 1700 Кровать Третьего уровня Нет Мы не достойны Такой кровати Четвертого уровня За 5500 Нет Пятого уровня За 9000 Да Это пойдет Хе-хе-хе-хе И холодильник И холодильник Тоже мы Сейчас Возьмем И улучшим На максимум Так За полторашечку За пятерочку За 17000 Нихренась О как раз Смотри В ноль О-хо-хо-хо Как раз хватает У нас 17 11100 Он 17000 Пятого левела Ну давай-ка Хе-хе-хе 100 баксов У нас осталось Представляешь Хе-хе-хе Мы обанкротились Практически 100 баксов У нас осталось Так Тортики остались Да В принципе Не очень много Слотов добавилось У нас было 5 Да По-моему С прошлым холодильником Как так сказать Который за 250 Мы покупали Баксов Да За 17000 Купили Мы добавили Еще 3 ячейки Так понимаю По ячейке Добавлялось На каждом уровне Холодильника Хе-хе-хе Но зато Я теперь так понимаю По крайней мере Высыпаться мы будем Абсолютно полностью Да А ну-ка Соточка будет У нас Соточка у нас будет Соточка у нас будет Еще как у нас будет Соточка Ааа Мы потратили 990 баксов Что это Продолжение Линейки Девми Это уже Пятая часть И бросили Сразу ее покупать Девми 5 Так Только я поставлю Так Значит Саундтрек В этой игре Саундтрек Если еще Взять во внимание То что В главном меню Написано Что здесь Не все звуки Добавлены Хе-хе-хе-хе И много чего не Добавлены Ну так На двоечку Хотя довольно-таки Нормально тут Саундтреком Сюжет Но по сути Вообще Сюжета В этой игре И нет Потому что А какой здесь Сюжет Сюжета Никакого Это просто Такая Песочница По сути Она без сюжета То есть Мы же никак Не продвигаемся По сюжету Мы просто Развиваемся В плане Разработки Игр В плане Становления Разработчиком Поэтому сюжет Тут в принципе Ну можно На двоечку Поставить А геймплей Давай поставим На десятку Эээ Я думаю Это будет нормально Да это в принципе Будет соответствовать Этой игре Как бы Да Более-менее Так и графика Ну графика Давай Где-то на Четверочку Она в принципе Довольно симпатичная Графика Да пиксельная Но очень симпатичная Вот давай Так попробуем Саундтрек Сюжет По минимуму Ну или давай Саундтрек 3 Окей Саундтрек 3 Сюжет 2 Геймплей 10 И графика 4 Давай попробуем Может теперь Десятки Получим оценки Я так понимаю Что нет скорее всего Здесь видимо Все упирается В то что Какого стиля Должна быть игра Какой направленности Типа вот Симулятор разработки Игры Он не так популярен Как какой-нибудь Там хоррор Да Мы хоррор выпускали У нас получалось Почти все десятки Там одной не хватало Одна девятка Одна девятка была Все Сейчас на паузе Я ее разработаю По быстренькому Эту игру Выпустим Посмотрим Оценочки ее Все Разработал я игру Осталось только Исправить Баги Почему-то Одно действие Ты смотри У нас игра Предыдущая часть Четвертая Заработала 40 тысяч Нахрен Смотри Она здесь 43 тысячи 69 тысяч У нас фанатов Повыше по-моему Оценочки Шестерочка Шестерочка Да повыше оценки Шестерочка Смотри Все шестерочки Видимо будут Нормально Уже Уже Получше Но конечно Я не знаю Как сделать десятку Это придется Столько вариаций Вариантов Перебрать В ползунках В этих Наивых назначениях Что это Фиг его знает Так У нас еду Пошли закупим И наверное Следующим днем Займемся Лучше мы Нет У нас еще Тортик один есть Тогда давай Сразу займемся Созданием новых тем А почему бы и нет Кстати А сколько у нас По параметрам Охренеть Смотри Все по шестерочке Может в максимальный уровень Почему-то саундтрек У нас Дальше не проходит И кстати А что у нас там По фрилансу Давно не смотрели А фриланс тоже В принципе Такой же Как и в начале Хотя нет Смотри 80 баксов Целых дают За написать Сайт Да блин А почему он не закрывается Здесь какой-то вот Бак есть Открываешь Он Как его тут закрыть Там куда-то Такнуть Непонятно куда надо Создать тему Давай-ка мы новые темы Посоздаем А почему бы нет Вот люди и замки По-любому Люди и замки Или тут замки имеются в виду Ну и замки Если она что-то Симулятор взломщика будет Если замки То симулятор рыцарей Нет такой темы Оружие Оружие и время Суперспособности и время Это будет замедление времени Вероятно Таймшифт Какой-нибудь сейчас Разработаем с тобой Нет Такой темы нет Ну почему так мало тем Нужно больше тем Так Давай-ка мы съедим Последний тортик Закупимся еды Кстати А сколько там тортиков Теперь-то я могу закупать И будем новые Новые темы Пытаться Разрабатывать У нас Ты смотри 70 уже тысяч Просто Просто охренеть А почему у меня Пятый Этот самый Дай мне 5 Продажи 0 Не понял А почему он не продается В смысле Хотя нет Подожди Денег очень много Прибавилось Какой-то баг Глюк Блин Я закрыл сообщение Не посмотрел Сколько там было написано Потому что у нас уже 70 А было У нас не так много Было 40 по-моему Да А здесь Ну не 30 Точно добавилось денег Правильно По-моему да Хе-хе Какой-то Какой-то баг Какой-то баг 8 тортиков Представляешь Мы 8 тортов Можем уже приносить Хе-хе-хе Нихрена себе На 120 баксов Сразу Полный холодильник Забивать тортами Хе-хе Давай-ка полюбуемся На них Хо-хо-хо Можно теперь Месяц не выходить Из дома Питаться Одними тортами Так у нас Три попытки В этот день Есть создать Новую игровую Тематику Давай-ка Давай-ка подумаем Напиши там В комментариях Может ты Какой-то Думаешь и думаешь Думаешь Что можно Сделать Кстати можно Гонки сделать Машины и соревнования Напиши в комментариях Какие еще бы попробовать Вариации Да На будущее Попробуем Машины и соревнования Это по-любому Гонки будут Давай гонки выпустим А почему бы и нет Почему бы гонки не выпустить Гонки Так давай еще Какую-нибудь тему Я бы тему Какую-нибудь Кстати да Вспоминая пожелания Под предыдущими Сериями Какого стиля И как назвать Игру Нам нужен Какой-то Симулятор Симулятор Кулинарии Вероятно Но здесь Нет никакой Кулинарии Научная Фантастика Время Люди Творчество Есть Творчество И люди Вот может Какой-то Это Какой-то Художество Музыка Что-то такое Нет Культурные Какие-то вещи Нет Нет К сожалению Соревнования Люди Спорт Наверное Будет тема Спортивные соревнования Люди Соревнуются Нет А у нас Все Очки закончились Подожди-ка Да Гонки там Мы открыли Да Это как бы Соревнования А получены Достижения 100 000 Даже 103 000 Ни хрена себе 53 000 Смотри Уже Дэвми 5 Обскакал Дэвми 4 Ни хрена себе Смотри 53 000 у нас там получается что у нас тут осталось нам последние два соревнования так это у нас я так понимаю там мили он нужно заработать американской мечта весь мир ваших ног и банкротства нам осталось получить последние два достижения остальное мы видишь с тобой заработали заработали 79 еще два достижение нам осталось поэтому нам все равно деньги надо копить до миллиона у У нас уже, смотри, десятая часть уже есть. Да нифига, сейчас игры очень дорого дают, очень много денег, видимо, потому что у нас наши эти самые уже крутые, крутые мы разработчики, крутые у нас характеристики, крутые навыки. Так, что бы еще, что бы еще такое подумать? Люди, люди и время. Это историческая, возможно, эта игра будет там. Исторический симулятор. Нет, такой темы нет. Люди, люди и эмоции. Человеческие эмоции. Даже не знаю, что это за игра такая будет про человеческие эмоции. На какие эмоции должна эта игра вызывать? Смех или слезы? Или что? Вот, можно симулятор инженера какого-нибудь. Люди и машины. Вероятно, будет какой-то симулятор починки машин. Такие игры есть. Но это не здесь. Такие игры только в стиме есть. Здесь таких игр нет. Люди с мячом. Это футбол будет. А, кстати, мяч и соревнования по-любому будет футбол. А, нет, футбол уже создали. Смотри, футбол. Просто есть еще мяч и соревнования. А, подожди, а если мяч и соревнования, это что будет? Еще раз футбол? Или это уже баскетбол будет? Такой темы нет. Как-то странно. Мяч и люди это футбол, а мяч и соревнования это ничего. Ну, не знаю. Не знаю, не знаю. Мяч, мяч оружия. А, весь смысл этой игры будет про мяч и оружие, что будет человек ходить и мячом убивать там всех. Такой, этот, маньяк, маньяк-футболист. 24 тысячи за ночь получаю за продажу игры. Представляешь? Охренеть себе. Охренеть. 128 тысяч. Давай еще темы какие-нибудь попробиваем. Только надо это, закушаться сначала. Блин, тут я как-то не понимаю. Тут какие-то проблемы с тем, куда там что тыкнуть. Потому что холодильник уже выше холодильника надо тыкать, чтобы попасть, собственно, в холодильник, открыть его. Это надо править. Это какая-то глупость получается. Так, давай еще какие-то темы тут можно сделать. Взлом машин. Ой, это гиташечка получится по-любому. Давай гиташечку изобретем. Взлом машин. Нет. Странно. Очень странно. Машины со суперсверхспособностями. Получатся у нас живые машины со сверхспособностями. Получатся эти. Трансформеры. Машины со суперсверхспособностями. Но трансформеры у нас не получились. Что у нас еще может получиться? Не знаю. Эмоции и творчество. О, эмоции и творчество. Давай попробуем. Еще можно эмоции и соревнования. Соревнования по эмоциям Давай-ка По-любому такое есть Знаешь, кто больше всех смеется, например Или кто больше всех слез выплакает Там можно первое, второе, третье место занять Так, такой, такой Нет О, соревнования в страхе Кто сильнее испугается Тут выиграет главный приз Лечение Лечение у психиатра Это мы ничего нового такого не изобрели Ладно, давай мы уже будем разрабатывать То, что есть у нас А ты напиши в комментариях, какие еще там темы Можно присоединять По твоему мнению, да, и какие Какие эти самые вещи Вещи получить Так, у нас есть уже, смотри, постапокалипсис Хоррор Хоррор У нас есть война У нас есть киберпанк Геймдэв Гоночки И футбол Давай-ка мы гоночки в следующей В следующей серии с тобой гоночки сделаем А в этой серии мы с тобой сделаем хоррор Хоррор у нас 10 звезд давал Я хочу 10 звезд получить Мы тогда делали, по-моему, по 3 единицы Он 10 звезд дал почти Там одна студия дала Геймвойд Дала 9 звезд Я хочу, чтобы 10 звезд мне все дали Хе-хе-хе-хе Так Разработаем в стиле Симулятор Это будет у нас Симулятор Хоррор Хоррор-симулятор И по пожеланиям Которые писали в комментариях Настойчиво уже много раз Господи Под каждой серией А ты тоже пишешь Я не знаю, в чем прикол Но Я выполню это пожелание Там пишут Генерал Создай симулятор шашлычный По выпеканию шашлыков Ну вот я создаю симулятор По теме хоррор Хе-хе-хе Назовем его Назовем его Равшан Так Нет, не так вот А можно и так Рав 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 Равшан Равшан Хе-хе-хе Рав Равшан 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 шашлык Хе-хе-хе Равшан шашлык Хе-хе-хе Равшан шашлык Хе-хе-хе Равшан прошу прощения смех я не могу рафшана 3d шаш 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 лик шаш лик нет не вмещается короче будет рафшан 3d шаш блин придется по-русски написать если по-русски писать тогда будет все нормально тогда хватит букв рафшан тут я вот так напишу 3d шашлык оба рафшан 3d шашлык симулятор в стиле хоррора я выполнил твое пожелание уважаемый подписчик давай по десяточке на накидываем выпускаем симулятор шашлычный хоррор симулятор шашлычный в 3d в виртуальной реальности можно использовать окулус рифт какой-нибудь управлять шашлычной играть за рафшана делать 3d шашлыки и все это в стиле хоррора сейчас я на паузе по-быстренькому разработаю выпущу и посмотрим сколько оценочек это нам произведение все разработал я игру у нас уже все дэвми предыдущие уже давно не торгуются не продаются так долго я давай выпускаем чё такие оценки низкие такая офигенная игра такая забористая такая страшная интересная страшно интересная интересно страшно оценки какие-то низкие прошлый раз мы хоррор выпускали там с тремя звездами у нас все ставили и почти максимальные оценочки у нас выпустили а почему сейчас блин чему сейчас так плохо давай еще попробуем хоррор на какой-нибудь выпустить уже по-быстренькому просто по-быстренькому вообще вот да даже не буду переименовать будет а ровшан 3d шашлык нет еще здесь добавлю варх а блин не вмещается а окей вот здесь напишем нет это будет как виси практически тетку здесь добавим добавим вар ровшан шашлык в варх это у нас в 3d а это в вар у нас так виртуальной реальности ровшан шашлык вар так по моему по троечке прошлый раз мы когда-то делали хоррор еще с пару серий назад и он почти почти по 10 этих самых оценок выбивал давай попробуем сейчас повторить повторить это же и посмотреть что у нас получится сейчас на паузе по-быстренькому за пять секундочек опа опа и разработаю его так даже почему-то это почему-то баги не баги не пришлось оправить вероятно у нас уже такие высокие навыки по семерочке что мы уже бага багов не создаем и сразу игру пишем такую простую с растерлистиками по троечке сразу пишем ее очень и очень крутую делаем без багов без всяких ничего даже править не нужно тоже небольшие оценки почему-то я не знаю возможно и рандомно как-то генерируются вполне вероятно потому что как-то нам и за ту и много не дали и за эту много не дали но кстати по 30 тысяч дает за день ровшан 3d шашлык сейчас мы буквально сохранимся посмотрим что нам даст шашлык vr у нихрена себе а шашлык vr за один день сразу 60 нам дал у нас уже 323 тысячи она по сути то тратить их не абсолютно некуда деньги нам только надо копить до миллиона для того чтобы получить ачивочку американская мечта собственно больше нам ничего уже и не нужно я предлагаю на этом мой друг закончить а мы продолжим с тобой в следующей серии продолжим новые темы создавать и новые игры добьем ачивки и я так понимаю на том вероятно мы и закончим ставь лайк если понравилась данная серия ставьте за лайк если не понравилось подписывайся чтобы не пропустить следующую серию подписывайся с тебя сегодня неинтересно ты волен поступать так как считаешь нужное мой друг на ты и сам все это прекрасно знаешь поэтому спасибо тебе за просмотр до встречи в следующей серии пока мой друг